Александра Невская Что является одним из главных постулатов жизни в сельской местности? Окружающая природа, водные ресурсы и, конечно же, дороги. Кажется, это вечная тема, сопровождающая наше бытие. В Александра Невском чистота экологии уже давно нарушена. Вот такое экологически девственное пастбище отдано под кирпичный завод. А вот во что оно превратилось – выжженная земля. Лесополоса, проходящая вокруг села, вдоль дороги защищала Александра Невская от пронизывающих ураганных ветров. Вековые акации, посаженные прадедами сельчан, жестоко вырублены. Ну, это акацовые деревья. Просто, как наши предки говорили, акацию надо рубить. Потому что, когда одну акацию рубишь, там из него появляется 3-4 деревья. Ну, как культивация. Да, культивация идет, да. Ну, многие, да, которые не знают, они рубят сверху, надо снизу там оставить, там 10-15 сантиметров. Расчищенная земля выставлена для продажи, под строительство частных домов. Ну, вот они, вы видите, вот, пожалуйста, смотрите, все продано уже, все, везде. Нет здесь нормального места уже. У нас есть Абдул Саламов Магарам, там есть депутат, его друг. У него три плана есть. Чей друг? Этот, Алишер, этот, друг, брат их. Главы у нас наши вот этого. Я с 2008 года живу здесь, а ни одного плана нет у меня. А мы четыре семьи, например, дома живем, да, с родителями. Я в 2011 году написал, как бы, заявление. Потерялся он уже, нет у него. В прошлом году написал, потерял. В этом году тоже написал, после выбора он потерял. А у нас Абдул Саламов Магарам, есть его друг, который депутат, у него три плана. Откуда они появились у него три плана, я понять не могу. Я, если один, не могу получить. Ну, как это может быть? Ветхую центральную артерию сельского водопровода разрывают фонтанчики. На протяжении всей линии трубопровода вдоль главной въездной улицы в село образовались заводи. Администрация винит местных жителей, что они не успевают латать прорехи. Зато успевает без каких-либо затрат нереститься рыба. В пору составлять бизнес-план. Рыбная отрасль сегодня актуальна. Да вот только дороги для вывоза продукции разбиты. Глядя на эту административную бесхозяйственность, остается только иронизировать. Все бы хорошо, если не было так грустно. По просьбе жителей села Александра Невская и вновь избранных депутатов сельского совета, из Махачкалы и Тарумовки выехала комиссия по борьбе с коррупцией при главе Республики Дагестан. Мы приезжаем в закрытый клуб, хотя мы и вашу главу извещали. Еще за неделю вперед, сегодня утром мой заместитель лично звонил. Но здесь и народ больше половины нету, и клуб закрытый. Народу сказали, что приезд делегации по борьбе с коррупцией перенесут на месяц. Поэтому люди с утра приходили, ведут закрытый клуб. И расходятся. Буквально полчаса назад тоже человек 20 еще стоял здесь, пока я отъезжал. А что ваш глава, он что, это заранее предвидит? Господин Менгли Мурзай, он, я не знаю, он из руководства Организации комиссии по борьбе с коррупцией, он на себе, организационный момент, все на себя взял, наверное. Такие лица не могут быть допущены к власти. Потому что здесь самопроголоченный глава муниципального образования района, Зимин, который был осужден, будучи работником полиции в Астраханской области, я не знаю, осужденный по закону избиркома республики Дайкстан, и не имеет права работать в главу муниципального образования селения Тарумовского района. Как его поставили руководителями района, я не знаю. Я по этому пополнению, я уже обратился в комитет и прокуратуру избирки Дайкстана, дополнение всего к вам передам тоже по этому поводу, что Зимин, он назначен здесь из голосов старого созыва депутатского корпуса, на голосование он назначен, хотя полномочия были депутатски сложены, и проводить какие-либо сессии или голосование, они фактически не имели права. И он назначен здесь не по закону, это там Павел Амарчук там старался за него, хатаясь на Петгостанова Алексея, управлен делами при главе республики. И на следующий день, вчера буквально, когда уже мы этот вопрос подняли по поводу соседнего села Лубиевка, почему Зимин именно в виде агиттера депутата голосовая за Новику, там, ну, кандидата, да, на лица, когда на следующий день проводятся проверки в отношении нее, там, махинация с Зиминными участками. Ну, они, этот, сессийный комитет, когда он ее спросил, он там начал всякие, ну, как всегда, себя правдой, свои действия незаконными, и сегодня утром он меняет другого, совершенствует Блинова. Блинова – это человек, который Киздарского района житель, который Абрамкин в свое время не принял на работу в администрацию, который находится в окружении Абрамкина, который замешивает коррупционный скандал. А вот таких людей у нас Зимин толкает. Вот поэтому, я думаю, здесь надо будет нам, прокуратуре спорта Дагестан, уже тщательно заходить. Вообще, исполняющий обязанности Тарумовского района Зимин, он назначен вопреки всем законодательствам Российской Федерации, так как срок полномочий депутатов районного собрания был уже истек, истек, и был избран новый состав депутатов районного собрания. Его избрали, ставили состав, хотя у них истек срок полномочий депутатов районного собрания. И вот этот же руководитель, вопреки своими функциональными обязанностями, оказывает давление на местных депутатов. И хочет поставить не тот народ, депутаты, которые избраны. Главное муниципальное образование Аличер, три срока уже был руководителем этого села. Для села абсолютно ничего не сделал. Ни образование, ни медицины, ни культуры, ни спорт, ни сельское хозяйство. Ничего не поднял. Только хищение бюджетных средств. Ну да, он говорит, я памятник сделал. Так на памятник ему деньги выделили. А памятник кому он взял? Ну этим, ветеранам, в честь 70-летия победы. В этом году, в 70 лет победы, в честь тех людей, которые ушли на фронт и вернулись, и те, которые остались на полях сражения, мы обновили наш обелиск. Здесь было по фамилии, имена тех людей, которые погибли на полях сражения. А потом-то люди вернулись, работали, они тоже воевали. И чтобы увековечить их память, в этом году мы полностью этот, всех, которые вернулись и умерли в селе, мы их внесли в этот список. Вот они все здесь, 140 человек, которые жители нашего села. Сколько обошелся ремонт вот этого памятника? Это ремонт полностью, это очень было затратное. Затратное, да. При скудном бюджете оно обошлось нам 200 тысяч рублей. Облицевал его, да, и все. Вот это за 4 срока, вот это вот вся его работа. Два раза мы собрались по решению администрации, для того, чтобы первый был в Хостоке, когда без ведома сельских сельчан дали аренду земли. Ну, как решением депутата, глава администрации сдал, без решения схода села. Я считаю это неправильным. Они должны были сперва этот вопрос обсудить с селением, сходом села. Но, увы, глава администрации, я не знаю, дальше шаг не сделал. Мы, люди, собрались, было решение отобрать. Но, увы, это не пошло дальше. По каким причинам, глава администрации не сказал. Второй был у нас земли, которые, спаспище, который Алиновский называется. Сенокос. Сенокос. Значит, глава администрации сказал, давайте, ребята, соберем сход села, решим этот вопрос. Собрали сход села, решили вопрос отобрать. Эти земли. И, ну, для сельчан, чтобы корову, спаспище было. Данный вопрос мы решили так, но, увы, опять же, решение глава администрации дальше не пошел и не хочет идти. Почему? Потому что... Ну, это уже всем не ясно, я не знаю. Из этих пол собирают сенокос, сделают, продают. Даже мы пошли навстречу ему, чтобы эти все финансы, долгами, долгами, которые у него существуют, здесь долг, убрать. Вроде хорошо друг другу, но я не знаю. Это получается футбольный мяч, этот совет старейший. Когда надо созывать, а когда решение доходит, про нас забывают, не хотят. У нас есть такая тоже информация вот по поводу, как нашу руководитель сказали, наше земляное. Просто такой идет момент, вот вы приглашаете этих, вот кто именно стоял, например, данным главой, кандидатурную главу пост, чтобы, ну, свои, знаете, все люди, люди, то есть, являются подчинением, подчинением главы. Он пообещал Зимин, что я вам дам работу, я вам дам все, и в районе, и так далее, вы главное, чтобы его протолкнуть. То есть, получается, у нас как, создаются гражданские стоты, общественные объединения, по-средиодействию коррупции. Созывается население, народ. Владимир Владимирович Путин постоянно говорит, на каждом совещании обещают людей, бороться с коррупцией. Вот, видите, там написано, наркотики, смерть, то же самое, нет коррупции. Ну, а у нас, получается, население борется, наша организация борется, а сверху чиновники ставят вот этих замешанных лиц коррупционных скандалов главами, потому что, что дальше продолжали данные преступные действия. А когда люди возмущаются, то там по своей клановой системе, звонками, определенными вознаграждениями в ряд, поврекуется ряд уголовных дел в отношении лиц, которые не согласны действовать чиновникам и которые начинают высказывать свою правду. Тут вот такая система. Бывший первый заместитель главного муниципального образа 2-го района Абдалу, при Абрамке он был представителем районного собрания, он всячески пытается везде ходить с этим землям. Это те коррупционеры, которые пилили бюджет, развалили образование, медицину, культуру, спорт, сельское хозяйство. Это аграрный район, который процветающий район был во время СССР и после СССР тоже. Очень много здесь русскоязычных населений, которые были и механизаторы, и агрономы работали, и работали здесь руководителями разных организаций. Все, весь район развалили и разворовали. Всех коррупционеров ставили руководителями разных организаций. Это Меглимурзай, Алишер, этот коррупционер, расхититель бюджетных средств, полностью развалил это село, Александр Невский, процветающей силой была она тоже. И этот человек еще хочет к власти прийти. Здесь выборы провели с нарушением действующей законодательской Республики Дагестан. Мы постараемся этот выбор отменить, потому что он не соизволил сюда прийти, хотя его оповещали, он должен был прийти сюда. И если он за собой вину не чувствует, он должен на правовом поле все вопросы решать. Должен был с людьми встретиться, с депутатами. Мы приехали с Махачкалы, чтобы решить вопрос в правовом поле. Насколько я знаю, что у вас даже вот так же говорит, что нет пастбища, Пастбища нету, скотина еле ходит, голодная. Да, правильно, потому что 1300 гектаров отдали Хосоковским. Все разровняли, черта мать, сколько деревьев выкорчевали, и никакого дохода они тоже не имели. Вот здесь депутаты есть, раз депутат есть, два депутат есть, три, да, я вижу, их устраивал вот этот бардак, значит, выходит, если они проголосовали за того человека, которого они выбирали, их устраивает этот бардак. Так выходит, я хотел спросить вот этих депутатов. Это депутаты прошлого созыва? Нет, это этого созыва, есть прошлого тоже, есть этого тоже созыва, есть среди них и этого, и прошлого созыва. Их устраивает, это бардак, или нет, хотел спросить. Вот Магарам здесь есть, Магарам тоже выйдет, вот здесь еще стоит депутат. Если бы устраивало, они бы, наверное, депутаты не шли, вот надо спросить. Магарам тоже выйди сюда, Магарам, скажи, Магарам, вот здесь Магарам, скажи. Он молодой парень, Вы тоже не согласны с прошедшими выборами? Абсолютно, абсолютно никак. Вы с какого года житель этого села? Я прожил уже здесь 77 лет. Немножко. Самый такой больной вопрос для всего села насчет воды, полив, питьевой, да и освещение можно туда же. Так, потому что у нас первоначально горели лампочки, сейчас нет, надо или фонарик, хорошо, сейчас еще телефон, фонарик им дает, а дороги. И вот идти вот один, два, три, четыре, пять мостов, которые необходимо их чистить ежегодно, не чистить их. Вода скопляется, набирается и выходит из берегов, воды нет, они закрывают, чтобы не было. Дороги заливают, все, да? Ну, надо же их чистить, надо за это платить. Выделяют фонд, но он не доходит, свой карман же поближе. Вот, вот это надо наладить. И выпаса. Вот сколько, говорили, вот там столько земли, вот, пожалуйста, уважаемые, в кавычках, едите. Вы же были свои планы, когда вот земля, вот остались они у вас? Кирпичные заводы забрали, два кирпичных завода у нас здесь. Все земли забирают. Кирпичный этот, вот он и голова ей. Вы пойдете в любой двор, в который мы пьем воду, воняет, тухлая вода, тухлая. Артезиан, не знаю, откуда бы. В скольких местах, вот я знаю, пять-шесть местах, вода выходит из этого, и все. Пробитые эти водопроводы, эти трубы. Леса уничтожены. Я не знаю, не знаю. Так дальше жить нельзя в селе. Я здесь живу 64-го года, мне 13 лет было, я уже 65 лет. Такого не было. Но вы же сами избирали главу, нет разве? И жители села разве избирают главу? Ну вот сейчас вот избирали. Вот вчера избирали главу администрации. А где эти депутаты были? Шесть человек было только со стороны Мегалин-Мурзаева, и четыре человека эти бойкотировали, не пришли со стороны Лизгинов. А почему-то они перенесли выборы, если все депутаты не стоят в сессии. Ну и состоялось. А у кого спрашивают? Никто никого не спрашивают. Ну вот они избрали, вот он избирался у нас глава администрации. У меня много вопросов к конкурсной комиссии, так как она приняла документы. Конкурсная комиссия является подчинением действующей главы, соответствующей лицей и зависимой лицей. Согласно закону, которую мы озвучили, они могли быть человеком. У меня много вопросов к Нукаеву, уважаемому, который был председателем конкурсной комиссии в селе Невского. Кто его назначил, я не знаю. Но он является личным другом нашего уважаемого главы. И на первом этапе непонятно, по каким причинам меня снимают с конкурса. И в итоге остается действующая глава и его подчиненные. На выборах остаются оба на конкурсе. Согласно закону и не могут и подчинять. У вас три срока были? Был три срока. На данный момент очень много вопросов к конкурсной комиссии и много вопросов к избиркому, к нашему избирательной комиссии. Потому что при регистрации документов депутатов не получил ни один депутат уведомления о получении регистрации их как кандидата на должность главы. И мы неоднократно обращались к Абдулаеву, избиркому Тормовского района. Ответы были такие, что он якобы дал устные указания, типа кто пришел, всех принять. А кто входил у вас в состав избирательной комиссии? То есть должны были быть три депутата сельского собрания и три районного собрания? В конкурсную комиссию у нас ходили замглавы... Ну, сколько человек ходили? Три человека. Замглавы села входило. Комиссия избирательная ежедневно до 6 вечера принимала прием на какой-то шум? Я видел один человек, секретарь, которого выбран был секретарь, и все. А остальные? Остальных я ни разу не видел. Ну, кандидаты как-то должны были показать документы. Меня не приглашали, у меня был... Сели на месте, согласны, не согласны. Никто не проверял у меня документы. Вот я сдал документы, я получил удовлетворение, что я перечень документов сдал. Все, меня не вызывали даже на беседу. Согласно перечень документов, вы сдали все документы? То есть копии, копии, копии. Согласно подтверждению. Я оригинал тоже представил, я все как положено. Все документы ваши были приняты. То есть у вас нарушений, подачи документов не было? Не было никаких нарушений. Вот это много вопросов. Ну, Каеву уже говорю, которые должны были здесь председательствовать на конкурсной комиссии. Но я его здесь ни разу не видел. У меня был план развития села, который я хотел озвучить этой конкурсной комиссии. Ну, мне как секретарша этой конкурсной комиссии принесла удовлетворение домой. Сказала, получите, пожалуйста, распишитесь. Ну, и где я получил, расписался. И я эту конкурсную комиссию, кто с района назначил, я их даже в лицо не видел здесь ни разу. А как я их назначаю с района? Я не знаю. Я не скажу, что я сегодня идеал и все могущие. По мере возможностей, по мере финансовых возможностей старались сделать. И делали, я сегодня не скажу, что, да, сегодня у нас село идеальное, порядок. Да, беспорядок. Многое зависит от нас, самих жителей. За три срока проходило сделать. На улице шоссейно провели первый же год. Я подопровод протянул, который был начат предыдущей головой. Потом засып сделали. Люди там не могли ходить, дорогу. Это не видим здесь у вас как будто после Великой Отечественной войны. Ну, это вам кажется, вам кажется это. Почему? Мы созволили приехать с Махачкалы сюда, даже успели Рузман сделать, а у вас, уважаемые, здесь нет. Вы образование, медицина, сельская хозяйство, культура, спорт, все развалили вот здесь. Два с половиной миллиона у вас бюджет. Вы абсолютно, мы здесь проехали, вы абсолютно проехали везде. Посмотрели, у вас дороги как будто после Великой Отечественной войны, после бомбежки. Дороги, да. Говорят, люди негде даже, это как его скот, это как его пасты. Говорят, что воды нету. Скот, есть пасты, есть вода. Потому что это для воды, для социальных водопроводов. Я сколько раз у тебя ходил сюда. А вы же сами видите, в каком состоянии сейчас водопровод. Я тебе тысячу раз, Алишер, объяснял. Алишер, не водопровод виноватый. Не водопровод виноватый. Кто виноват? Твоя голова, то, что ты не работаешь. Это я тебе прямо говорю. Я тебе объяснял, говорю, Алишер, водопровод не виноватый. Потому что мы сами друг друга в соседских местах водопровод. Подожди, я сейчас, почему сейчас, как кончился поливной сезон, поливной сезон кончился, у меня вода в дом поднимается. Без всяких насосов. Как начинается апрель месяц, начинаются грядки в огороде, и насосом не качает, воздух качает. Куда наделась вода? Люди поливают огороды. Я тебе говорил это? Я тебе говорил, что у нас два участкового есть, и ты. Пройдите по селу. До какого двора не подходит канава, а в огороде все светит. Это одна проблема, это села, наша села, это проблема везде. А как это не проблема? 40 градусов горы нету кружки воды напиться, как это не проблема? А где-то рвут трубы. У тебя круглый сезон рвут? У тебя трубы рвут, трубы рвут. Где трубы рвут, а у нас воды нету. Я вам объясняю. Эта сторона, вот эта, на высоте, а скважины построили на 5-7 метров в мире. Да не на высоте, люди, я тебе говорю, вот сейчас пройдите по этим улицам, от центральной канавы ни одной маленькой канавки нету поливной. Люди качают насосами, поливают огороды. Вот тут вся поливная канава. Почему Кариновский, глава администрации, например, провел асфальт на всю улицу, начиная от моста и до конца улицы? Это федеральная программа, он вошел. А почему у нас нет федеральной программы? У нас нет федеральной программы. Мы одного района. Трасса федеральная, ну что вы говорите? Нет, ну вошел он, смог войти, смог, он федеральная программа. А что, Кариновки нет? Нет, это федеральная программа, он вошел, я же знаю, я же в курсе. Вы, как глава, когда на перевозке сессии с депутатами, которые вы, кстати, не проводите, мы это уже установили и знаем. Ни старого созыва, ни нового созыва тоже самое будет. Вы единогласно принимаете решение. Вы, когда закладываете бюджет, ну, какие-то проектирования, я прошлый раз вам этот вопрос задавала. В прошлый раз мы на сессии лично, ну, я вас, руководство моё ознакомлю с данной, с прошлой записью, где вы, нас, по поводу, когда пошли земель, вот, по нашему земель, вот вопрос, вы сказали, согласно договору мы сдаем земельные участки, там кирпич, там 650 рублей в год аренды вам платятся. На что даже я возмутилась. Потом, когда я сказала, а почему, вот у вас, прежде чем им дать, почему вы народ не созвание сказали, уважаемые жители, кому сколько нужно земли, вы их не обращаете и даете. Вы, как сказали, вы, да, есть эта запись у нас, вы это не отритете, а вы можете сказать, вы обращаетесь в налоговую, бывший начальник налоговой, вам, как сказал, это нам не по зубам. Нет, я вам... Насчёт Хасока я вам говорил, насчёт Хасока, вы уже путаете. Нет, насчёт кирпичных заводов я говорил, насчёт Хасока. Ну, посмотрите хорошенько свою запись, ещё раз посмотрите. Самая большая беда у глав, когда их избирают главами, они забывают, что их, они народные слуги. Вы сами ведёте, как баи, князья на местах. Любой человек мне днём и ночью может домой зайти, и я никогда никому ни в чём не отказывал. Позавчера, буквально, есть люди, которые, позавчера я буквально лазил в канаву и делал сам лично водопровод. Ну, что, вопрос такой, вы, например, как говорите, вы не в курсе были, хорошо. Скажите, кто из вас меня оповестил, кто? Лично я вам запоручение дала, он звонил. Когда он позвонил мне? Вы что сказали, перенесите там, на квартире куда-то? Я сказал, я еду в тормку, у меня отчёты, конец месяца. Вы вчера, позавчера, эти дни, недели ходили, людям говорили, не собираетесь. Кому я сказал? Вы все это говорили. Кому сказал я? Это первое. Второе. Работа, подождите, подождите. Я мимо тебя сегодня проехал. Подождите. Ты что, меня не останавливаешь, не сказал? Он сказал, я лишь разумил, он ничего не знает сказал. Я не знаю, я лишь вот, он сказал только сейчас. Участковый, кто такой? Участковый, если здесь какое-то административное правонарушение есть, если здесь нарушение, как его, он, участковый должен ходить, если здесь курицу украли, здесь у кого-то кражи есть, или какой-то административный, или там здесь пьяный дебошир. Для этого есть участковый. А для этого главной администрации здесь все, и закон, и все здесь. Потому что он должен здесь, как сейчас, за все. Скажем так, рабочий день, рабочее время, где ваш секретарь, где директор Куба, конце концов? Все замы, отчет издает, вы что, я же вам говорю. Именно когда мы с вами ехали, сели... Сегодня конец месяца, поехали тогда. Конец месяца, уважаемая, конец месяца. Конец месяца. Именно сегодня, да? Именно сегодня, что за... Хорошо, если вы вчера ехали бы, у вас вчера был конец месяца? Не было, мы сегодня целый день были на работе. Почему? Не, ну а провестить же надо. А хорошо. Вы или вы что, не считаете? Человеку нужна елементарная справка, где ваша китай тогда? Сегодня, а что? Например, сегодня срочно нужно человеку справку с елементарной. Если сегодня срочно, здесь мы выдаем. Ни один человек без справки не уходил, когда нужно срочно. Ночью пройдем, напишем. Клуб-то хоть открыть можно было. Да откуда Магомед в отпуске? У меня клубники работают на полставки. Да, беда. Вот за озеро вот это было. Ну ладно, уже она в собственность к обератке перешла. Да, да, да. Я сам узнал. Вот, вот, уже она за 600 тысяч его продает, озеро. Это ладно. Когда-то в этом озере и дети купались, и все. Неужели это озеро немного благоустроить нельзя? Вот сколько всегда говорят, детям здесь, вот в нашем селе, скупаться молодежью, вот таким мелким негде. Они идут бедные на прорубь, а там течение, там все, там до несчастного случая не дали. Это же самое аккации. Теперь второе. Второе. Нет, я еще один задам. Почему уничтожается лес у нас? Этот лес, вот сейчас за ямой, за озером, отдал ты или продал его под планы, я не знаю, огородили все. Там этим аккациям, я 68-го года их помню, эти лес самцы, его сейчас выпилиют. Там стройка идет. На каком основании? Село расширяется, люди... Там не строят, Володя! Милый ты мой, это единственная лесозащита села всего. Лесозащита от моряны. Володя, эти земли продали, они еще продают, покупают деньги за копейки, за тысячу рублей продают потом уже. Без права продажи надо сделать на течение пяти лет. Если фундамент хоть не построил, забрать землю надо. Раздают землю. Ничего не строят и сразу продают. Там 2-3 тысячи заплатят, за 100-150 продают. Давай, сделай такой закон. В течение пяти лет фундамент не построил без права продажи. Фундамент не построил, не забрал фундамент. Забрать землю, все. Ну подождите, вот глава говорит, что земли не ваши, да? Леса вот получается. Нет, леса мы не рубим. Да как не рубим, огорожены они. Они уже выделены под полоны. Да там подстройка. Подстройки, да, подстройки. Надо не продавать, блядь. Ну что, не продают землю. Зачем? Члены из ВАЗ-комиссии не могут являться лицами, которые находятся в вашем подчинении, которые вы имеете, как руководитель можете иметь, там увольнение, подчинение и так далее и тому подобное. Ну вы, зная вот эти моменты, как вы могли допустить избирательную комиссию, например, вашего секретаря, заместителя, там, ваших подчиненных людей? Это депутаты выбрали сами. Депутаты вы при чем выбрали? Ну если депутаты выбрали, вы как председатель, председатель избирательной комиссии, который является вашим другом, и вы как глава, вы должны были пояснить депутатам, согласно федеральному закону, такому-то, пункту таким-то, ст. 38, под пунктом 29, что вы не можете, давайте других людей предлагайте, это вы должны были внести, они откуда знают ваше положение, что вы регулярно меняете. Ходить, ходить, надо на сессии. На сессии? А вы их не... Я же их приглашаю, я всех уведомляю письменно. Письменно. Когда вы вас приглашали на сессию? Письменно уведомляю всех. До выборов, до выборов, что вас заходит с положением. По поводу конкурсной комиссии избирательной, вас ознакомливали, что ближайшие родственники, согласно какому-то федеральному закону, не могут являться избирательщиками членами комиссии, ни родственники, ни подчиненные. Вас ознакомливали? Это никто не знал. Нет, не ознакомливал. Не ознакомливал. А вас? Нет, не ознакомливал. Мы нужны, когда выхибали, нужны тогда, а так, народ не нужен. Все решается без народа. По поводу озера говорил. Ну, это озеро. Да нет озера там, конечно, не мое это озеро. Было озеро? Не твое было? Не, это было. Не, ну что вы сейчас смотрите. Было колхоз, были техника. Тогда они это вот чистили, убирали все, канавы чистили. Это все... Потом оно продалось? Не продалось. Потом оно заилилось, там нету. Сейчас все канавы, растительная система не относится к сельской администрации. Это сегодня, людей не надо вводить завлужение, это канавы. Чистить администрация должна... Это все должно администрация. Дороги стоят на балансе колхоза. У нас здесь существует СПК. Дороги на сегодняшний день стоят на балансе колхоза. Мы у них просим, дайте нам... СПК. Да, СПК. Дайте нам акт передачи. Потом мы будем ремонтировать. У нас нету возможности сегодня ремонтировать, потому что у нас нету его на балансе. У меня вот такой вопрос уже, глава, к вам. Это на балансе сегодня не бастит? Нет. Нет, канавы. Канавы тоже не... А канавы. А кто должен тогда? Тогда для какого... Вы не правоприемник этого. Нет, мы не правоприемник. Как это не? Алишев, на твоей территории эти правоприемники? Нет. На какого основания эти кирпичные заводы? Сельский канал кто должен? С коллекторов все валы убрали. Например, я знаю, что... Ты знаешь, что про Волопни нас затопит? Глава поселения заключает договор, очищает Калиновки так же, а почему у вас здесь не так? У меня к вам другой вопрос. У вас здесь, уважаемые жители, у меня вопрос такой к вам. Честно говоря, это уже давно взрывал вопрос, но никак мне времени не было с вами связаться по этому поводу. Ну, в принципе, связаться тоже что? Слушай, я хочу, что весь народ об этом, они знают. В курсе. Хотела бы вам задать вопрос. У вас здесь имеется имам мечети, которые из духовного управления мусульман, который сюда приглашен, здесь кто работает. Также у вас имеется ваш родственник, другой, который совершает нагайские обряды. Нагайские обряды. Хорошо, допустим. Но еще такой вот вопрос. Ваш, например, я знаю, что он является родным братом Кенжи Балатова, бывшего главы Новодвитеровка. Двоеводный. А вы, двоюродный брат, а вы приказали, что ваша племянница с зятем уехали в Сирию, тут такие вот моменты есть. Как вы это можете прокомментировать, что у вас в роду, ваше родственное отношение имеются вот такие вот... Да, да, есть такие моменты. Да, да, есть такие моменты. И молодой человек, который работал, работал здесь, ваше житель села, который посещал, вот, как бы говорится, Мулак, который нагайские обряды, который делает, после посещения с ним 6-7 месяцев, тоже уехал за границу. А, уже приехал. А, уже приехал, да? На определенное время? Нет, уже он приехал. А гитаршу везти? Нет, привезли, привезли его. А, привезли. Если вы не путевали. Ну, как вы это прокомментируете? У вас кто этим занимается? Участковый, практический системой, или как вы глава? У вас такие беседы, против терроризма, выводятся ли, ведутся ли? А вы знаете, что, коррупция, терроризма, вот такие беседы молодежи, ну, население, молодое поколение, вы проводите беседы? Я думаю, что нет. Ну, это вы думаете. Почему? Мы, мы, я уверенно скажу, что мы с молодежью, вот есть депутат, который организовал. Заинтересовался депутат, да? Нет, он депутат, не заинтересованный. Это ты заинтересованный, может быть, в своих амбициях? Я депутатом не был, я это все делал, уже 5-6 лет. Вот, он скажет, как они молодежью работают, вот они молодежью. Почему, если вы депутат такой, из вашего села, исламское государство, воевать, уехали, не проконтролили, главному муниципальному образованию его племянниц, а вы говорите, какую работу вы провели? Ну, это уже диверсионно-террористическая группа, которая, как его, беспределом занимается, это угроза всем государствам, это исламским. Для этого есть. Он здесь в селе, в вахтом режиме работал. Здесь рядом со мной не доходился. И, как гласит, не только закон республики Дагестан, но и федеральные законы, имеющие отношение родственников, ближайших родственников с лицами, которые пособничают с бандформированием и которые с ними находятся на территории Сирии, то есть новые организмы, которые придумали сейчас и игл, да, то эти лица, нет гарантии, что вот эти чиновники не будут финансировать свои же родственников, вот это бандформирование, нет таких гарантий. Поэтому, я думаю, прокурат республики Дагестан должен отнимание обратить, провести соответствующую проверку. Я лично звонила представителям ЦП МВД республики Дагестан, ребятам, попросила проверить данные таких личных, в конце концов, чтобы взяли под контроль. У вас какая миссия сегодня здесь? Мы слушаем население. Где население вы слушаете? Вот население слушаем. А мы кто тебе? Пешки, что ли? Не, надо собрать было нормально, причем без печки. Так вот нормально, ты находишься на месте, на работе, мы уже три часа тут в Полтанье. Три часа? А мы старые люди. А почему вы не открываете? Слушай, ты глянь, какое оно. Уважаемые жители, продюсер, клуб. У меня нет ключей от клуба. Сколько было денег заработано, кому были переданы земли? Нормально поговорить, это вот еще. А какого? На что они? Нет, приедите, если вы их, нет. А за прошлый год кому? Нет, здесь я не пойму, на какую тему мы, на антитеррорическом мы пришли разговаривать. Или антикоррупционный, или сельский, если сельский вопросом. Нет, надо, надо. Это рассадик, терроризм, уважаемый глава. Нет у нас террористов здесь в селе, нет. Участок Алиновский участок, там 700-800 гектаров было, сейчас осталось там на гектарах 500. Я не знаю, куда это все девается. Я здесь живу 52 года. Один раз хоть пойди, сказал, мы отобрали, можно сказать, отобрали во главе с председателем Советского Старечения. Я секретарь Советского Старечения. У совхоза забрали, отдали администрации. И куда эти деньги, там минимум 100 тысяч, сколько там, 10, 20, 100 тысяч, да, пику там бывает. Вот на этом участке, куда эти деньги деваются. За эти деньги можно озолотить село. Вот это водопроводы сделать, дорогу сделать. Почему Калиновский смог сделать, там у них мало участков. А у нас участок процветает. Где-то отдали, там, значит, 50-100 тысяч кому-то отдает, значит, там, отдает бараншу пастам, Калиновскому. Куда это сено, куда это деньги делит? Вы полагаете, что он отдает, да? Ну, а куда? Куда они деньги деваются? Давайте мы сейчас у него спросят. Куда они деньги деваются? Скажи, пожалуйста, по чем ты покупал сено? По 30, позапрошлую году по 25, в прошлую году по 35. Почему я должен по 35 покупать? Вот в прошлом году. Когда я отвоевал вам, для администрации. Я не знаю. В прошлом году вы покупали по 30 рублей сено. И вот, и теперь посчитайте. По 35? По 30 рублей. По 30 рублей. В прошлом году по 30. Позапрошлым 25 было. В прошлом году я продавал, я занимался этим. Я тогда не был директором школы, чтобы вы знали. Не был. А кем были тогда? Я учителем работал. Меня попросили, мы для сельских жителей продавали по 30 рублей. Рыночная стоимость сено была 60 рублей, 50 рублей. Куда эти деньги делись? Куда эти деньги делись? Мы оплатили налоги. Сколько? Налоги за землю. Вот у него поднимите все из бланк. 30 тысяч заплатили в администрацию. А я 100 тысяч заплатил в прошлом году. Ну а почему? Куда деньги деваются? Почему у них этих прочитаний нет в селе? Куда эти деньги деваются? Вот именно. На содержание аппарата. Ну что вы? Это вы думаете, 2,5 миллиона у нас администрации? У нас администрации. Администрации, отопление, ремонт водопроводов, мелкий ремонт дорог. Ну что вы начинаете? Душа уже не выдерживает. Мы поэтому пришли сюда. Поэтому пришли, вот свои жалобы вам рассказать. Мы дойдем до того, что друг друга будем грызть. Из-за этого неразбережь. Надо только раздаться. За одного человека. Дойдет. Дойдет. За одного человека. Уважаемые жители. А вот одного убрать, уже и быть в порядке. Ну, четвертый срок куда? Ну, пожалуйста, 10 сроков. Ну, работать надо. Значит, не было этого Оленовского. Он был в колхозе этот Оленовский. Колхоз косил, колхоз продавал. На весь район, на весь Агистан хватало денег. Так, все. Этих денег у них не было. Так называемое... Я не могу назвать, что он получает зарплату. Он получает тензию. В 42 года он получает тензию. Зарплату он не заработал. Как вы понимаете... Сейчас уже это Оленовский, 800 гектар. И опять не хватает денег на содержание аппарата. 2,5 миллиона на содержание аппарата. За 2,5 миллиона можно новый водопровод проложить. Как это? Я вот спрашиваю народу. Народ хочет, чтобы были честные в выборе. Чтобы отменить выборы этого года, на следующий год. Читать недействительные. Да, что недействительные, чтобы избрали другого человека. Дальше, что главу они видят больше не хотят, а хотят видеть честного хозяйственника. Я как понимаю? И что здесь, если национальный вопрос? А выборы, вот как, в качестве за выборы, да? Чтобы не депутаты избирали главу. А народ пусть... Это народный избранник. Пусть народ решает. Баламутит народ. Поэтому народ не ходит на выборы. У него... У него... Намного у него больше... Это... Уважаемые жители, мы вас понимаю, вы поняли. Вы кого именно считаете? Хозяйственного, честного человека? Хозяйственного. Хозяйственного. Правильно? Правильно. 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 И надо человек 2 срока. 3 срока отработал. До свидания. Иди отдыхай. Например, в семье 4 человека живем дома. У матери живем. Почему? У меня нет земли, участок. А у некоторых есть по 3, по 4 участка земли. А вы обращались к главе вашего дома? Обращались. Он потерял службу. Все нет его. Уже в 2011 году написал. А, сынок, тебе денег есть? А, вот у тебя денег нету. И у тебя земли не будет никогда. А, вот будут деньги. А, вот где так шернило. И деньги будет дом покупать готовы. Обратились к прокуратуру республики Дагестан. Принять решение об отмене данных выборов населенного пункта вашего, то есть поселения. Чтобы назначили, переназначили новый выбор на следующий год. Чтобы участвовать. А вы опять будете работать, да? Нет. Это уже будет... Это уже народ выберет ИО. По 5 год надо ждать. Нет, зачем? ИО можете избирать уже и в другом. Теперь избирать, значит, председатель избиркома. Обязательно в порядке. Обязательно. Председатель избиркома, главу всех, ставит ИО избрать. И надеюсь, что глава нашей республики Рабазан Кожбрадович даст, увидев данные, вот запись и просьбу, и мнение жителей, что проведут законные выборы. То есть, чтобы главу поселения избирал сам народ, потому что народу... Вот, чтобы не депутат. Да, ну не депутат, не депутатский корпус. Если народ будет верать, и весь народ придет сюда голосовать. До 2014 года всегда проходили выборы, что глава сельских поселения, так и районов, и городов, и регионов проходили. То есть, избирал народ, потому что это слуги народа. А на 2015 год почему-то непонятные причины, именно в республике Рабазан Кожбрадович там были заменены депутатским корпусом. И так, ну, народ не согласен, что возбежание митингов каких-либо, вот здесь как бы и Бунацки, и там, в других називных пунктах, возбежание такого вот политического скандала. И не давать людей до того, чтобы перекрывать дороги или что-либо такие действия делать, я думаю, глава республики пойдет навстречу и даст возможность людям самим избрать себе главу, в конце концов, хозяина села. Нужен хозяин. Хозяин села. Пришло время перемен, но вопрос для жителей Александра Невска и Тарумовского района остается открытым. Следовательно, и проблемы развития села пока неразрешимы. Символичная и входная дверь в здание сельской администрации, она надежно закрыта, а так хочется, чтобы в будущем было все наоборот. А другой будет, будет достаток, да?